привет друзья с вами рыбалка на пятерочку мы решили половить щуку на кружки для того чтобы щуку поймать нам нужен живец поэтому мы сегодня приехали на собачник и ловим небольшого карася вот как раз на камеру отличный карась опа еще один класс поперла рыба сколько нам у нас уже загашники серёга 7 7 7 сегодня и 6 вчера юра до вчера 6 поймала сейчас живца ну ловим поедем другое место в мае я уже обещал показать оттуда рыбалку на кружки но получилось поехать только в сентябре все вам пока недавно мы узнали один лайфхак и на этой рыбалке решили его проверить чтобы сохранить живца живым и активным без кана и компрессора можно использовать таблетки гидроперита это копеечный препарат из аптеки постепенно растворяясь в воде он насыщает ее кислородом и рыба не только не умирает но еще и становится более активной за день до нашей рыбалки юра сыном на этом же месте наловили карасиков и поместили их в обычную пластиковую пятилитровку но дополнительно добавили эту таблетку гидроперита посмотрите что с ними стало через сутки посмотрите сами они спокойно прожили сутки в обычной закрытой пятилитровой бутылке и чувствовали себя замечательно избыток кислорода в воде от таблеток действует на них как энергетик таблеточки гидроперит вот она так выглядит ее кидаешь она медленно начинает растворяться ну очень медленно ну что ж план поживцу у нас выполнен таблетка гидроперита работа пора двигать на другое озеро за щукой в сентябре ранние закаты приехали мы конечно же было уже темно живца в ведре оставлять не стали поместили его в воду и привязали к камышу я вижу на камыш его поставил и тут не такая волна ну выдержит конечно я думаю ему там будет хорошо ему там вот так будет утром на рассвете команда рыбалки на пятерочку загрузилась на качаные подготовленные ночью лодки и выдвинулась ставить кружки чё как живец живее всех живых сильный ветер очень осложнял установку кружков по эхолоту искали перспективные точки выставлялись по ним живец насажен кружки расставлены а в ожидании поклевки можно пока покидать спиннинг и и и и и и и За кружками нужно все время следить, а из-за ветра у нас их постоянно сносило к плотине. Приходилось гоняться за ними, поднимать и менять уставших живцов. Бедняга-карасик побывал в зубах у щуки. Жерлицу размотала полностью, но почему-то выплюнула, что-то он ей не понравился. Какой-то мутный карась подумала щука. Достало время обеда. Часть кружков мы уже сняли, а часть оставили еще на воде. Сами же вышли на берег, чтобы перекусить. Заканчивается наша сегодняшняя рыбалка. Ну, кстати, еще и будет выезд сейчас. Будем смотреть, что там с нашими кружками. А вообще сегодня пока зеро. Но вчера был день, который перенес нам рыбу, с помощью которой мы сегодня хотели поймать еще больше рыбы. Так что мы рыбу поймали однозначно. Вон там еще стоят пять кружков, которые могут нам что-то еще принести. Так что смотрите, что будет дальше. Поехали. Давайте, помощники, залазьте. Поехали. Есть щука? Есть! Подожди. А что она размотана? Она размотанная опять? Кто там? Так дергала. Зарвалась. Зарвалась. Что там было? Что-то было, она сорвалась? Да, да, да. Я же говорил, что рыба будет... Пусть даже мы ее сейчас не вытащим. Сопротивляется? Да. О, нифига себе щучка-то. Неплохая. Не зря я подсак все-таки не выложил. Это не килошницы, это больше. Неплохая она. Ну, полторашка, наверное. Полторашка точно есть, возможно, даже двушка. Хороша, хороша. На яме. На яме, да. На самом глубоком месте этого водоема. И не сработал еще. На пяти метрах. Поздравляешь? Я тебя поздравляю. Я сказал тебе в видео, что будет рыба. Значит, она будет. И надежда нас не подвела. Вот так, ребята. Верьте всегда. Надежде. Надежде. Такая. Ой, э, э. Тихо, 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 тихо. Да, такая. Весь живец, который был еще в состоянии двигаться, был отпущен на волю. Не попадись. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова